Всем привет! Ребятки, рубрика ответы на... не на комментарии, а ответы на вопросы. Сейчас я усянусь, удобненько как-то. Ребята, сегодня целый день не могу найти свои очки, везде обыскала. Куда я их делала? У вас бывает такое? Очки были бы какой-то, знаете, на пульт управления, чтобы можно было по звуку, а когда они запищали найти очки, не могу ничего найти. Поэтому я себя мутно вижу. Так, а у меня получается близорукость. Я читаю хорошо, ну вот, близко я могу нитку в иголку вставить. А вот чуть-чуть больше расстояния, вот на вытянутой руке, всё, у меня расплывчатое. А Сергей наоборот. Он не может нитку в иголку вставить, у него дальнозоркость. То есть близко он плохо видит, что-то читает, там, или ещё что-то. А вдаль он хорошо, отлично видит, поэтому мы друг друга так подменяем насчёт этого. Так, поехали. Вопросов совсем немного, ребята, всё, что есть. Галина Агуля. Юля, Сергей сходил в больницу, всё нормально. Галенька, да, сходил. Ну, пока что нормально себя чувствует. В итоге, что ему выписали, сдавал он все анализы, там опять кардиограммы, всё, сказали с анализом, с кардиограммами нормально. Отмели эту версию, что что-то с сосудами, потому что, как она сказала, доктор, что холестерин в норме, значит, не могут быть сосуды. Вот так вот. Выписала уже другие лекарства, ну, как я их называю, такие экспериментальные. Пробуйте эти лекарства, поэтому дальше вот такие эксперименты Сергей проводит. Дальше. Галина Агуля. Юля, ты опять на диету садишься? Нет, нет, Галенька, не сажусь пока что, не хватает мне силы и воли. Я люблю кушать. Просто надо стараться уменьшать порции, как я уже говорила, и не жрать на ночь. Вот не жрать на ночь у меня не получается. Пока что. Так. Дальше. Андрюха Вдовин тоже решил задать вопрос в рубрику «Вопрос-ответ». О! Почему Сергей решил полностью прекратить употреблять алкоголь? Я тоже с алкоголем завязал, и мне интересны причины Сергея. Отличный, просто замечательный вопрос. Мы уже когда-то не раз отвечали на это. То есть, да, он не употребляет алкоголь вообще полностью, совершенно. И мы недавно подсчитывали, уже 19 лет, ребята, 19 лет он не пьет алкоголь от слова «вообще». То есть, ничего, абсолютно. Даже если какие-то там конфеты с алкоголем, или бывает даже купим какую-то там сладость, да, он сразу откусывает, а она каким-то там, или добавлен что-то, или коньяк какой-то, или еще что-то, все, он не то, что он не проглотит, он выплюнет мусорку и так далее. Вообще, алкоголь не употребляет. Так, почему интересны причины? А причины таковы, что, смотрите, есть люди, которые могут выпивать, да, вот выходные на старый человек выпил, лег спать, там, понедельник пошел на работу, нормально, да. А есть люди, у которых есть предрасположенность, зависимость, как угодно можно это называть, ну, какие-то запойные, да, есть запой. То есть, начал пить и в неделю ушел в штопор, да. Да, неделю человек пьет. Вот у Сергея с этим были проблемы. Что сыграло роль? Я, это я уже так сама без него порассуждаю, я так думаю, что он с подросткового, так сказать, возраста начал работать по барам, ресторанам и так далее. То есть, раньше все это было живыми группами, то есть, и барабаны, бас-гитары, электрогитара, клавишные, вокалисты, все, то есть, группа там состояла, не знаю, там, человек 5-6. То есть, и это были взрослые дяди, да, а Сергею там, допустим, было 15 лет. Естественно, если ты идешь работать на свадьбе, на свадьбе что, особенно, как раньше музыкантам наливают, как бы, чтобы их, там, я не знаю, подбодрить, там, а, выпейте с нами и так далее, и наливают. Ну, естественно, неогревший молодой организм, как-то неосознанно все вот это самое, и как-то, может быть, из-за этого втянулся. Хотя, да, это может быть предрасположенность, есть люди, у которых все равно не возникает зависимости, у Сергея так. И причина, почему, кстати, он ни разу в жизни не кодировался, не доводилось, просто дошло до того, что подкачало здоровье. И в один прекрасный момент он сам себе сказал, либо я буду там, вот там он, либо я раз и навсегда завязываю все. Это он, как сказал, он разозлился очень на себя. Конечно, мало у кого есть такая сила воли, но надо стараться, потому что все равно, вот у меня папа очень был, у него тоже были с этим проблемы. И он кодировался, и не раз кодировался, и все это не помогало. То есть здесь нужна сила воли, и раз и навсегда себе сказать, и вот просто как отрезать. И все, он сам себе сказал, и так вот получилось, по сей день он не пьет. И уже это просто, я не знаю, тысяча, миллион процентов, что он никогда не начнет пить. Когда-то еще, помню, летом, может, пять назад, он последний раз пил безалкогольное пиво. Я там люблю, да, пиво с рыбкой попить, все знают, особенно если на море поехали. И этот самый, я говорю, давай со мной безалкогольное возьмешь, и этот самый. Это последний раз, наверное, лет пять это была бутылочка пива, и он до половины допил, и говорит, все, не могу. Вот все равно такое ощущение, говорит, как будто здесь есть какой-то вот, организм отторгает. Ощущение, говорит, как будто есть какой-то минимум-минимум процент алкоголя. Говорит, у меня даже желудок такой вот в организме, ощущение, говорит, как будто кислота какая-то возникает, и все. И даже безалкогольное он не приемлет, и ему, говорит, мне оно не надо. Я вот этот чай заварил крепкий, и все, и мне классно. Так что так. Дальше. Да, Юля, насчет книг и словарного запаса в точку. Сейчас можно определить интеллект по словарному запасу. Восторг. Так, кто не читал ничего, выражает восторг только словами. Круто, классно, огорчение, блин, печалька, особенно реже слуг. Блин, у меня тоже эти слова есть. А вы что меня обидели, когда это писали? Так, выражаю тогда словарный запас у взрослых, а тем более у некоторых блогеров. Хотя блогеру главное харизма, но своих зрителей они делают тупее. А вы как считаете, оказывает ли влияние в плане слов-паразитов блогеры на подписчиков? Интересный вопрос. Честно, я даже никогда не задумывалась. Ну, наверное, влияет. Больше да, чем нет. Потому что, особенно когда мы ежедневно смотрим, да, если это будет канал какой-то прям тупой-тупой, то, возможно, ты там отупеешь, да. Но, на самом деле, мне кажется, здесь каждый выбирает канал по своему подобию, хотела сказать. Нет, я не знаю, как вы, как вы видите, книг мало читая, выразить не могу. То есть, я к тому, что вот человек, например, я. Я не буду смотреть канал, который, допустим, там тупее, чем я есть. Я больше, мне понравится даже канал, который больше меня развивает. Или что-то интересное, или как-то интересно человек говорит, что мне пойдёт в пользу, да. Вот как-то так. А какое я себя считаю, я не знаю. Потому что о себе судить очень сложно. Я всегда критична к себе. И я всегда говорю, что, ну, и вот недавно как раз вот на эту тему говорила, что у меня маленький словарный запас, что я читаю книги, и я отупела. Вот это вот я осознаю. А насколько всё плачевно, ну, наш канал, я не знаю. Ну, надеюсь, что не так уж мы низко пали в словарном запасе. Я так надеюсь. Так, дальше. Инна К. Здравствуйте, Юля. Скажите, как Сергей попал в Украину? Здравствуйте, Инночка. Тоже хороший вопрос. Как попал в Украину? В Украину Сергей попал в 83-м году. Это ему было где-то, по-моему, 21 год. Как попал? Ну, попал по... У нас молодой город, в то время он строился, атомная электростанция, нужны были молодые специалисты, то есть была перспектива работы. И в те годы, насколько вот мы знаем, да, давали всем жилплощадь, молодым семьям. То есть на то время у Сергея уже, ну, была семья, был ребёнок, и спустя, по-моему, там года три он получил здесь квартиру, ну, естественно, трудоустройство, все дела, то есть молодой, просветающий город. И у нас много очень сюда именно в этих годах людей поприезжало. И из России, и из других стран. То есть у нас для нашего города это нормально. И по сей день здесь и остались. Так, дальше. Андрюха Вдовин. Юль, а у вас в Южноукраинске есть твой хлебокомбинат или пекарня? Или весь хлеб из Николаева возят? Андрюха, отличный вопрос. У нас в городе, кроме атомной электростанции, нет никаких комбинатов, заводов больших и так далее. Вообще ничего. Но не так давно, я не знаю, года может быть лет пять назад, у нас открылось, рядом есть село, и не знаю, сколько там километров до него, ну, езды, может, там минут двадцать. Вот. Открылась частная, частная хлебопекарня. Мы, кстати, на ней были, они отмечали Новый год, ну, коллектив этого хлебопекарни, и мы у них работали даже два раза, по-моему, да. Новый год они отмечали. И прям вот на этой хлебопекарне, все там ставили столы, так прикольно, и мы офигели, насколько это, она небольшая частная пекарня, насколько там новые технологии, насколько там все чисто. Ребята, это просто, как в этом самом, наверное, в операционной. Так все продумано, все там чистенько, ну, вообще офигенно. Даже есть для этого, для персонала, даже есть душ, души, представьте. Это обалденно просто. И вот этот хлеб мы, они поставили лайки по городу у нас, ну, естественно, там у себя в селе продают. Куда они еще близлежащие села, по-любому тоже поставляют, я просто не знаю. Вот. Так что, естественно, есть у нас и из Николаева хлеб есть, и из Одессы хлеб есть. Ну, нам нравится вот именно вот этот вот, который они. Вот я говорю, ковновский хлеб. Село называется Ковуны, по-русски, по-украински Ковун, по-русски Арбузы. Там еще так интересно, есть село Арбузинка, а рядом село Ковуны. То есть Арбузинка, да, слово Арбузы, а Ковуны по-русски тоже Арбуз. Ну, вот так вот. Так, дальше, Алексей Пешков. Итак, рубрика «Вопрос-ответ». Первое. В каком году Сергей... О, это, ну, это похожий вопрос, да. А в каком году Сергей переехал в Южноукраинск, и как так случилось, что он из России переехал в Украину? Я уже на этот вопрос ответила, да, потому что молодой город, нужны молодые специалисты, есть работа, плюс дают жилье. То есть, жилье получить, можно так сказать, работу найти, да, по-разному. Ну, то есть, он совсем молодым был, 21 год, и по сей день здесь живём. А я здесь и родилась. Второе. Юля, а вы мечтаете о путешествиях в другие страны? Если да, то в какой стране хотели бы больше всего побывать? Конечно, мечтаем. Мы больше мечтаем, короче, чем делаем. Я буквально в прошлой рубрике об этом говорила, что никак мы не можем этот сам мечтать, или не можем сдвинуться с места. Нас бы кто-то подполкнул пинком, наверное, что ли. В каких странах, мы, кстати, недавно с Сергеем об этом говорили, хотелось бы побывать во Вьетнаме, нам обоим. Сергей хотел бы побывать на Бали. Кто как говорит, Бали говорят, там Бали. Почему-то все очень хвалят. И мы очень часто смотрим видеоролики о Вьетнаме, мы очень много пересмотрели. И в том числе много блогеров, которые там живут, либо переехали, либо ездили путешествовать. Мы очень много информации знаем о Вьетнаме. Ну, довольно-таки, потому что нам это интересно. Вот сейчас вот Бали-Бали, вот это вот тоже смотрим. Мы все мечтаем, мечтаем. А я лично еще хотела бы, знаете, где побывать? В Японии. В Японии я когда-то смотрела передачу, не помню, то ли Орел и Решка, то ли кто-то там ездил, хорошая передача. И показывать, вот это вот именно увидеть мир технологий, вот это вот там роботы, да, какие-то там огромные небоскребы, там все сверкает, все это. Я хотела бы посмотреть вот именно вот, ну, мир технологий, как они живут. Так, дальше я потеряла. Я в этот раз мельче текст сделала при напечатывании. И теперь вот ищу. Кристина Олсей. Юлечка, у меня тоже есть вопросик. Отлично. Вы раньше рассказывали про свое первое видео с готовкой, но на YouTube его не выкладывали. Не думаете ли когда-нибудь показать нам его? Очень интересно, как вы начинали снимать. Кристиночка, чуть-чуть ты ошиблась. Может, меня не так поняла. Самое первое видео о готовке, о кулинарии, оно есть на канале, я за него рассказывала. Я до такой степени стеснялась, что видеоролик, это было, что мы готовили? По-моему, курица, курица на противне с картошкой запеченной. Мы сидим тут за столом, даже, по-моему, Лена со мной, и мы вот так вот, без головы. То есть я Сережа сказала, говорю, ты снимай, вот мы сидим за столом, что-то там голопуцаем готовим, но вот так вот, и мы так вот без головы там, потому что я не могла показать свое лицо страшное. Вот. А и плюс еще, почему у нас здесь путаница произошла, я рассказывала, что у нас есть видео, оно как бы назвало его домашним, это самый первый ролик, который мы вообще, когда мне помните, я говорила, что папка пришел, Сергей, сказал, мать, давай мы будем снимать видеоролик, то-сё. И у нас он такой просто пробный, в плане, мы сидим с Сережей такие, я еще такая там бледненькая, какая-то страшная, заочарована. Там, кстати, обычно в последнее время я больше говорю, чем Сергей, да, а там наоборот. Я вот так вот сижу, молчу, Сережа что-то говорит, оно у нас есть в нашем домашнем архиве. Но я сказала, что никогда, ни за что, я его не выложу на виду. Там просто, там разговор ни о чем, оно не длинное, папка просто, мы типа диалог вели с видеокамерой. Ну, а мы как раз купили фотоаппарат, который был с, ну, с видео снимал, короче. А, мы на тот момент уже какие-то свои там песенки повыкладывали, то-сё. И как раз был тот момент, когда, помните, я рассказала, что люди начали писать комментарии, и почему-то заинтересовались нашими видеороликами, то-сё. И мы купили этот фотоаппарат, чтобы мог снимать видео. Вот. И папка мне пришёл и говорит, всё, мамка, что, будем снимать? Вот нашу жизнь, как есть, будем снимать. И мы сели вдвоём, мы так вот поставили камеру, и Сергей типа этот, типа как в видеокамере говорит, ну, я просто рассказываю, какого плана видео, что привет, ты изменишь нашу жизнь. Ну, в принципе, речь, оно так, типа, всё, что он там говорил, это видео, обращаясь к видеокамере, не к кому-то там, не к зрителям, а просто к видеокамере, типа, как разговор сам с собой. Ну, серьёзно, наша жизнь поменялась просто кардинально, да? У нас стало много друзей, у нас поменялись интересы, вообще течение и скорость жизни, всё поменялось. И там, конечно, такие слова пророческие, но там просто ржач, потому что Сергей говорит, ну, что-то там в камеру, то всё, такой разговорчивый, такой молодец, а я вот так вот, а я ещё какую-то ниточку в руках кручу. А это, знаете, с каким лицом? Вот так вот. Ну, с таким лицом, это, конечно, это ум отполный. И он говорит, да, мать, и я, да. Он ещё что скажет, там, головной киву, я головой киву, да, да. Вот это вот всё, что я там говорила, да. И я сказала, никогда не выложу это видео. А если насчёт готовки, там, где без головы, то есть на канале, оно не одно, там их несколько, там, без головы. Так, дальше, Ирина Суворова. Добрый день, дорогие артисты. Привет, Ирочка. Привет из Петербурга. Смотрим и слушаем вас с удовольствием. Заряжаемся Юлиным оптимизмом. Знаем, что это нелегко. Мы уже в возрасте Юлиных родителей. Очень нравится рубрика «Вопрос-ответ». Мы живём в большом мегаполисе. Здесь и родились. И, конечно, привыкли к благам цивилизации. Хотелось бы узнать о вашем городе, посмотреть на его центр. Есть ли памятные места? Может быть, Сергей с Леночкой там погуляют? Заранее спасибо, всех вам благ. Питер шлёт вам привет. Спасибо огромное. Мы всегда рады новым друзьям. Обалденный комментарий. Тоже рады с вами познакомиться. Питер вообще шикарно. Мы бы хотели, кстати, следующая мечта, где побывать, мы бы хотели бы в Питере побывать. Там очень-очень красиво. Так, ну скажу сразу, вот можно ли посмотреть на его центр? А вот это вот он и есть, где мы живём. Вот это вот что с балкона Сергей показывает. Мы живём на улице, она раньше называлась улица Ленина, то есть это самая главная улица в городе. Мы прямо вот в центре и живём. Сейчас у нас переименовали, так как вот на Украине вот эта вот вся, вот эта вот заваруха тыры и пыры, и сейчас у нас называется проспект Независимости. Ленина уже не это самое. Хотя, как-то так странно, таблички на домах поменяли, документы-то у всех на квартиру, она же находится на улице Ленина, а не на улице Независимости. Ну такое же, вот это отдельная, другая тема. Так что у нас, в принципе, это нечего показывать. А какие памятные места, мы не раз видео пока... Ну, можно я Сергею скажу, если, ну, наверное, когда будет лучше погода, что потому что зимой, как в городе серость и некрасиво, может весной как-то надо. Мы не раз показывали. У нас их немного памятных каких-то мест. У нас есть наш мемориальный комплекс, который нам выстроил мэр, посвящён Великой Отечественной войне. Так, что у нас ещё? Мы ездили на гору Пугач, тоже посвящена военным действиям ещё в те времена. Атомная электростанция, если это можно назвать достопримечательностью. А так, в принципе, у нас ничего. У нас город очень-очень маленький. Очень. Так, дальше. Татьяна Амельченко. Юля, откуда повелось название «Карасей, Игоряки, Игорёчки»? «Ой, Танечка, это было... Когда-то я купила караси, и что-то прикалывалась, ну, как я, вот это бывает. Я что-то с ними разговаривала, там, чистила их. И говорю, видите, я их там ни одно имя дала. Вот это Игорь. Это просто что первое на ум приходило. У меня бывает, я говорю, и знаете, как называется словесный понос у Юлики начался. Я говорю, это Игорь. Это, по-моему, там был Иннокентий. Так, кто смотрит, кто напомнит? И кто-то был третий. Игорь был, Иннокентий, и кто-то, и кто-то был ещё. Ну, и всех приколов. Вот это вот слово Игоря, и кто-то там мне писал, там, блин, а у меня муж Игорь, там, мы поржали, а у меня там сын Игорь, мы поржали. Потом многие пишут, прикинь, Юля, я на рынок прихожу и хочется спросить, почём Игорь? И как-то так вот вошло, и все знают, что это прикол, и так и осталось. Случайно Юля ляпнула, и так и повелось. Дальше. Стасия Влог Соколовская. Привет, артисты. Приветик. Хорошего дня. У нас в городе во всех школах на неделю закрыли школу. Юля, выздоравливай, не болей, лечись, Юля. А как ты без музыкального образования так хорошо поёшь, и как начинала петь, Сергеем расскажи. Спасибо за комплимент, что я хорошо пою, я так не считаю на самом деле. Вот. Никакого музыкального образования, я уже говорила, у меня нет. Ничего абсолютно. Какая у меня школа. Очень качественная, офигенная школа. Это мой муж, мой Сергей. Вот он меня, можно сказать, учил. Вот. Как начинала петь, я уже рассказывала, вышла замуж, ну, хотя я начала петь ещё до замужества, как мы с Сергеем расписались. Мы уже когда-то рассказывали, я работала в кафе официанткой, пришла работать, лето было, я сразу закончила школу, июнь месяц, экзамены, выпускной, все дела, и сразу же пошла работать. И пришла официанткой, я ещё помню на то время, зарплата была 60 гривен в неделю. Я получала, работала неделю через неделю. Вот. А лето, народу не было, мы на лавочке сидели, ждали хоть какой-нибудь клиент, чтобы зашёл, потому что у нас город летом, он и так маленький, а летом, когда уезжают все по морям, и так далее, он у нас вымирает город, можно сказать. И бары сидят без работы в основном. Тем более, это такой барчик был маленький, в закоулочке, в подвальчике. Вот. И, короче, суть не в этом, мне говорят, что у нас, смотри, какая-то аппаратура стоит, а у нас вообще музыканты, они просто уехали сейчас на море поработать. Ну, и есть музыканты, и есть, и есть. И всё, и потом где-то через месяц появляется на ступеньках, на пороге мужчина с усами, представляете? Высокий. Я так глянула, а у него как будто нимф вот так вот над головой горит. И так вот всё освещено, знаете, как, как я не знаю, как какая-то подсветка. Я такая, вау, офигеть. Вот это был мой Серёжа. Я, конечно, шучу. Вот. Ничего, как-то, ну, познакомили. О, музыканты, музыканты приехали, и народу нету, что-то они там аппаратуру свою проверяли, и что-то там вышли покурить, а мы такие, ну, я ж не одна там, ещё с девчонками, а вы нам оставьте, всё, народу нету микрофона, мы что-нибудь помубим, там, поприкалываемся. А они пошли курить, и мы там пойдём с девчонкой, что-то пели там, смеялись, ржали, вот. И, ну, как Сергей говорит, а он с напарником тогда работал, говорит, слушай, посмотри, вот это вот, это самое, девчонка-то, ещё не запомнил, как меня зовут. Девчонка-то, смотри, вроде неплохо поёт, слушай, может, возьмём, чтобы женский репертуар, что-то научим, то есть, и всё, вот так вот пошло. И я ходила к Сергею на репетиции, и репетиции закончились вот тем, что вы видите, семья, ребёнок и так далее. Видно, на репетициях мы слишком близко друг к другу сидели. Ну, как-то так. Так, дальше. Офигенные, обалденные вопросы, мне так они нравятся, потому что мне нравится вспоминать вот это вот прошлое, хотя оно вроде недавно было, но мне всегда вот по кайфу вспоминать. Дальше, Наташа Стасишин, Юлечка, смотрю вас давно и заметила, что вы делаете очень большой акцент на том, что вы не употребляете алкоголь. Но почему? Ведь где-то, когда-то в компании это вполне нормально, или здесь одни святые пишут и смотрят. Наташенька, ну, я не знаю, я не замечала, что я прям сильно большой акцент. Большой акцент, это когда в каждом видео там говоришь, что ты пытаешься донести. Ну, может быть, я не знаю, как со стороны смотрится. Почему не употребляю алкоголь, мне не нравится. Да, когда, конечно же, когда я была молодая, лет 17-18, ещё последние классы школы, конечно, всё это я пробовала, и водку, и всё на свете, и выпивала где-то в компании, потому что все пьют, и ты вроде как пьёшь. Но мне никогда не нравилось. Не нравилось даже, во-первых, само состояние, потому что, смотрите, есть люди, которые выпьют, и они весёлые. У меня это совершенно по-другому. Я выпью, мне хочется спать. Вот по-разному алкоголь воспринимает организм. Кого-то веселит и бодрит, у меня наоборот. Всё, я хочу домой спать, мне неинтересно, и так далее. Поэтому я для себя, если я хочу быть в компании, поддерживать компанию и так далее, я могу правильно вот так вот чуть-чуть выпить и всё, и участвовать в разговоре. Я не захочу спать, не захочу домой. Вот. И для себя я поняла, я не люблю крепкие напитки. Вообще, мне кто-то там недавно писал, что ты, типа, притворяешься, водку не пила. Почему притворяешься? Я никогда не обманываю, говорю, как есть. Последний раз я рюмку водки выпила 10 лет назад на похоронах своего отца. Когда после похорон мы сидели за столом, ну, поминки, всё, пирожки, я выпила одну рюмку водки. Это было 10 лет назад. Больше нет. Как бы, ну, а кто меня будет заставлять, если мне не хочется? Никто. Я не люблю крепкие напитки. То есть, я люблю вкусно. Я люблю всё вкусное. То есть, для меня водка невкусная. Я вообще не понимаю, для чего её пьют. Наверное, для вот этого вот именно её пьют, да? Оно мне горько. Вот это вот выпил, потом надо запивать. Не знаю, я не понимаю. Я люблю, что я могу выпить. Почему в компании? Я могу выпить бокал вина, и то не каждого. Я не люблю сухие вина. Я люблю какие-то полусладкие, или даже сладкие, чтобы не то, что там залпом пить, а я могу вообще целый вечер, часов 5-6, я могу вообще, это мои родственники не дадут соврать, все поражаются. Как ты так? Я говорю, а я смакую, я не пью. Вот не знаю. Люблю вкусненько. Даже если это будет полный бокал вина, я могу целый вечер пить, вот просто смаковать по чуть-чуть. Ну вот как-то так. Люблю вкусненькое. Не люблю водку, не люблю коньяк. Могу выпить шампанское, вино вкусненькое, сладенькое, какой-то ликер, не сильно крепкий, мартини, и то, вы видели, я разбавляю его, предпочитаю разбавлять соком. Ну вот, чтобы вкусненько было, чисто смаковать. Я люблю пиво. Так, ребята, у меня разрядилась камера и закончилась карта памяти. Я посмотрела файл, на какой фразе я окончила, и фраза замечательная. Я люблю пиво. То есть, поняли, да? Какие-то вкусненькие напитки. Пиво я люблю чисто, если с чем-то вкусненьким опять-таки попить. Я его пью очень-очень редко, в основном летом. Летом, если приезжаю на море. А на море мы приезжаем регулярно, каждое лето, и не раз за лето, да? То есть, если есть креветки или какая-то сушеная солененькая рыбка, я люблю выпить бокал пива. Вот так вот. Так, поехали дальше. Последний, ребята. Ирина Белоконь. Юра, я сегодня изменила своей старой швабре с новой. И все из-за тебя, мотиватор ты наш. А стояла купленная давно, теперь я в нее влюбилась. А тебе какая? Больше нравится. Да, Ирочка, мне тоже новая швабра очень-очень понравилась. Я даже теперь скажу, что я намного чаще стала мыть полы. И у меня теперь чистенько, как в операционной. И дети, когда приходят, только на пороге, я сразу говорю, так, разуваемся, разуваемся. У меня тут чистые полы. Так что так. Я уже говорила, основную старую я не выбрасываю. Она верный мой друг, верный помощница. И пускай она у меня этот самый стоит. Про запас. Так, все, ребят. Когда-то и есть все вопросики, пишите, не стесняйтесь. Задавайте вопросы. Очень классно. Мне нравится так общаться. Мне весело. И думаю, что вам тоже интересно. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok